Три дня до 9 мая главные герои праздника – ветераны. Житель Черкесска Хамид Канаматов был одним из тех, кто провел на полях сражений долгие четыре года. И сегодня в свои 97 он по-прежнему в строю. С ветераном встретилась шерифат Лепшокова. Хамид Абулович провожает очередного гостя. В праздничные весенние дни в доме бывает особенно шумно. Поздравить ветерана приходят десятки людей. Гостеприимный хозяин рад каждому. Он не торопится делиться воспоминаниями. Фронтовик пристально следит за событиями, происходящими в стране и за рубежом. Хамид Канаматов верит в силу страны. Эта вера позволила ему встретить победу в 45-м. А до этого были курсы связистов в офицерской школе, Калининский фронт, Кольцо окружения. Рискуя жизнью, он протягивал коммуникации между штабом дивизии и полками. Не раз проявлял личную храбрость и мужество. Представитель депортированного народа был награжден медалями, двумя орденами Красной Звезды, орденами Славы. Будучи командиром, Хамид Канаматов всегда шел впереди. И сегодня 97-летний Горес убежден – честь важнее жизни. Солдат не имеет права струсить. Знал он это и 17-летним юношей, когда, приписав себе год, решил защищать свою землю. Города превращаются в развалины, поселки в пепло, а жители гибнут. Мы больше всех потеряли людей. Немцы не жалели наших городов, наших населений, людей. Стреляли как могли. По одному Ленинграду что творили. Вот эти все пережития нами, мы все-таки одержали победу. И эта победа, какой целенному заволос, мы, ветераны, помнить будем до самой смерти. Хамид Канаматов прошел Белоруссию, Литву, Латвию. Командовал рутой в составе войск связи Калининского и Прибалтийского фронтов. Победу встретил в Кёнигсберге. После войны еще 4 года служил в Польше, а затем в Приволжском военном округе. Пройдя славный путь, он и сегодня в строю. Испытав все ужасы войны, Хамид Канаматов считает своим долгом напомнить о той войне, чтобы она не повторилась. В прошлом году он основал фонд, цель которого – объединение ветеранов, взаимодействие со всеми миротворческими организациями, сохранение культурного наследия страны, а также не дать осуществить попытки преуменьшить роль советского народа в победе над фашизмом. Поэтому я встал в строй и объявил. Сперва сделал, а потом я открыл фонд. Я впервые в истории человечества фонд «Наследие подвига народов мира против войны». Хамид Канаматов говорит о планах создать памятный мемориал у подножия Эльбруса. Есть у него и еще одна мечта – назвать одну вершину исполина – мир, а другую – правда. Фронтовик убежден – где мир, там правда. Шельфат Лепшукова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия.